Я держала парня в фэн-зоне, сама не зная об этом Парни просто нюни и хотят прийти на все готовое Некрасиво сказано, да Мы таких девочек не ищем Нам такие нравятся Это как это? Ложный вопрос Долго в этом сдерживаться нельзя Я люблю, когда мужчина добивается своего Нахер ее надо просто и все Каблуком быть плохо Всем привет! Если ты кликнул на этот ролик, то тебя 100% интересует вопрос Как выйти из фэн-зоны? Именно поэтому сегодня вам расскажут об этом девочке Ну что, берите ручку, листочек, мы начинаем Вы были когда-нибудь во фэн-зоне? Да Я об этом даже фильм сниму Я нет А мальчики твои были во фэн-зоне когда-нибудь? Конечно Много Много? Много Я тоже не была, у меня все были во фэн-зоне Вот, про это поговорим Из-за чего вообще парня-то оставляли во фэн-зоне? Чувствуется, что это совсем не то, не твой человек Либо не дорос умом, неинтересно Хоть он очень и старается, букеты, конфеты, цветы Но нет Вот можете дать какой-нибудь совет молодым парням Которые вот думают, ломают голову Как, как выйти из фэн-зоны? Вы, к примеру, держите меня во фэн-зоне А я хочу с вами встречаться капец как И что мне сделать такого нужно, чтобы вот Вы такие, блин, а он вроде бы ничего такой пацан Сложный вопрос Парням Да, парням Я Ну ты же девочка А Они же Смотри, ой, тут все проще Ну типа Подойти и засосать Подойти и засосать Вот прям так дерзко так подошел Так нахлест Я считаю, что наши поколения, парни просто нюни и хотят прийти на все готовое У меня был один парень, который был во фэн-зоне Он у меня даже спрашивал, можно ли тебя поцеловать Я еще разрешение должна ему дать А ты ему что сказала? Сказала, нет, нельзя На самом деле все проблемы решаемы Это все зависит исключительно от нас Нужно поддерживать ее, находиться рядом Для начала стать ей лучшим другом А потом уже как-то переходить на ухаживание И думаю, она растает Правда? Не Я просто чувствую, пи***ж сразу Ну там, если уж не получится, то насильно же мил не будешь Но самоубийство — это не выход Ну перестать вести себя как друг Дружеские отношения не в любом случае отличаются от романтических Ну где-нибудь раз в неделю пополняю банковский счет Тысяч на десять, и она подумает Купите дорогую тачку, и телки сами подтягиваются Вы с ума сошли? Мы таких девочек не ищем Мы ищем хороших, порядочных Вот с которыми такого не прокатят Такая хорошая, порядочная знает себе цену Я что-то не понял, ты что-то прикалываешь, что ли? Можно проанализировать тех, кто ей нравится И посмотреть, как они себя ведут И понять, что для нее значит дружба Нужно не только преподносить себя с хорошей стороны, но не быть каблуком В том плане, чтобы быть таким, знаете, дерзким Самоуверенным в себе Но при этом не обижать девчонку А показывать ей то, что он ее уважает И у них есть какое-то взаимопонимание и доверие В общении хотя бы, не в отношениях, но в общении В общем, мне нравятся настойчивые мужчины А те, которые, типа, получили в первый раз ответ «нет» И сразу такие, типа, ну ладно, все, как бы, нет, так нет Мне такое не устраивало Это я люблю, когда мужчина добивается своего Прямо навязывается, прям вот так вот Ну да, девушку нужно добиваться, да, я считаю Прямо в некоторых моментах грязно подходит Вот так вот и говорит Ваши родители не пи*** Ну, не так Конечно, не надо написывать целыми днями Это точно не поможет Но некоторые девушки любят настойчивых парней Как бы, но в хорошем смысле Поэтому, если увидишь, что хоть какой-то маленький шанс есть То я думаю, что можно попробовать Как только подсять, сразу гаси Просто два мнения ходят Первое, это нужно, как ты говоришь, продинамить девочку И она сам к тебе прибежит А второй вариант А вторые говорят, нужно взять ее сразу за руку И повезти, как бы, и поцеловать где-нибудь Подойти и засосать Что делать? Ну, я думаю, что на самом деле Мне кажется, что все-таки засосать Это, ну, это как-то Грубо, некрасиво Некрасиво сказано, да Но как-то, мне кажется, это работает Потому что все-таки чувства могут появиться у человека вообще Нужно просто брать за руку и идти с девушкой Ну, да, да Х**ня, полно все х**ня Потому что она скажет Да, боже мой, чувак, ты мне просто друг, что ты несешь? Она может тебе просто дать леща, типа, ну, если ты ей не нравишься, все-таки Она тебе даст, типа, иди в жопу Надо что-то среднее, типа, надо давать внимание, но при этом не быть навязчивым Говорят наоборот, нужно забить на девочку, и девочка сама придет Так не работает? Ой, на самом деле это не совсем так работает Но когда-то, да, наверное, работает с некоторыми людьми Но со мной нет Потому что когда на меня забивают, ну, типа, пытаются забить, то я в два раза больше забиваю Да? Ну, что-то между этим Надо понимать, что у женщины есть личные границы, как у любого человека Но при этом, если все такие вот девочки любят плохих мальчиков Но, типа, это не так Если ты не будешь проявлять внимание, она скажет Ты лох! Понял! И уйдет Нужно быть более недоступным в некоторых местах Не так то, что как собачка Все, сразу побегу по первому зову Не показывать себя со стороны той, что он готов для нее все сделать То, что, там, она захотела вот это, он пошел быстро все сделать, как ее раб Что же мне делать? Обращаться с девочкой, как... Мудак Нам такие нравятся Это как это? Ну, так, кидать там Девушкам очень нравятся такие парни, когда они могут сказать нет Не то, чтобы там сразу соглашаться с ней А когда ты говоришь нет, и ты такая думаешь, вот, блин, типа Он еще подумает Ну, надо, значит, сделать так, чтобы он хорошо подумал Помогать, конечно, всегда нужно, но долго в этом задерживаться нельзя Нужно уделять ей время, но и не быть настойчивым Просто показывать ей то, что он в ней нуждается, но при этом держать ее на дистанции Короче, девочки любят эмоциональные качели Это, наверное, не здоровые личности любят, но большинство Какое-то внимание проявил, и потом отходишь Проявил, отходишь, проявил, отходишь И вот именно это, типа, цепляет, наверное Цепанет Да Я держала парня в френдзоне, сама не зная об этом Потому что какие-то парни просто дарили мне подарки Как-то ухаживали, но именно таких действий, чтобы они вели к отношениям, их не было Поэтому, ну, я сама не знала, что мальчик хочет со мной встречаться И, как бы, поэтому он находился во френдзоне Короче, можно прямо сказать парням, чтобы они не просто розочки там дарили А чтобы они максимально показывали своими действиями, что ты не просто чел, который хочет погулять Да А из нее невозможно выйти, в нее нужно не попадать Если ты попал во френдзоне, считай, все, это пишет пропало Лучше найти себе новую, какую-нибудь классную Мне кажется, у пацана, который оказался во френдзоне, нет шансов Мужики, ищите себя другую, я вам сочувствую Ищите себя другую, я вам по опыту говорю Если девушка крутит хвостом носом, то нахер ее надо просто, и все Если ты на зоне уже оказался, под койкой, понимаешь, оттуда уже сложно вылезти Вот здесь примерно то же самое Неплохо Главное вначале не попасть во френдзоне Это самое главное Либо девочка будет с тобой, и она тебе сразу об этом даст знать, либо нет Если девочка изначально восприняла или мальчик как друга, то потом уже мозг не это, не перевернется обратно Будет сложно изменить отношение к тебе, если ты изначально ставил тебя иначе Нельзя зацикливаться на одном человеке Людей много, ты не один Вот такой тролик у нас получился, вы все слышали сами, и главное помните Каблуком быть плохо И если вы хотите узнать, что нужно написать девушке, чтобы начать с ней переписку, смотрите вот это вот видео А так, всем спасибо за просмотр, не забывайте про лайки, подписочки С вами был Сергей Алымов, пока